У Медвежчак у тебя такая продолжительная домашняя серия, в которой команда вроде как на... Медвежчак номер один, Яков Рыча Хаббатич номер два, Донуслав Курганец, Медвежчак номер три, Лукуш Козак, седьмой защитник. Вот на этом самом месте можно поедать, как у Медвежчак серебряков, первый шаг, и вот катаскору из Медвежчак. В каком-то вроде весело из первого года. Казалось, уже выпустил момент Кирилл Воронин, который третью игру с вами сейчас проводил, но на этом в этом сезоне он двигался от первого уровня, есть новые голы, результативные передачи. И здесь можно показать, что компонент выпустил, и защитник в этой станции сделал все очень, очень неплохо передачи, перекрыл, возможности для Медвежчак практически не оставил. И вот это как раз и одна команда, которая довольно долго с ним, и другая, куда я иду. Мы его обменяли, когда мы его отказались и поехали в Европу, но приехал в Медвежчак и чувствует себя вроде как неплохо, правда Медвежчак сам чувствует себя сейчас. Это Медвежчак, мы видим, да, вот и бесконечный, я, может быть, по-моему, как читал, читал себя передачи, и Катич остался на Медвежчак, чтобы попытаться помешать Козакова. Козакова, но в результате ближний вверх угол удалось отправить шайбу игрокам Адмирала. Добавляет, это результативная передача, здесь в одной смене, было очень плохим моментом. У Александра Держкова испорядился на Медвежчак. И, тем не менее, сумели создать один момент, другой, третий, и вот третий момент за эту смену превратил Козакова. Как будто взаимодействовал. Ну да, по большому счету, то его развитие этого матча тоже будет даже устраивать, потому что гостевой матч, который его, конечно, не просто контролирует происходящий по площадке, сейчас выходит, выходит вперед, кстати, 204-ю игру за Адмирал, который выводит Артем Демченов. И вот у него за Адмирал, который действовал, который сейчас делает Алекса Держкова. Делает просто блестящее. У Майкла как-то несколько впечатлений. В пизод, конечно, возникло, даже блестяще. Вот Держкова за два на месте, со вторым шайбом игрокам, и вот, соответственно, на этот раз получился сам. Теперь Артем Демченов и Центр Держкова начали на Адмиралу, который по два очка в себе нашли матч, но подождет кто-то, где он, где он, где он, где он, дачу, дачу. Честно говоря, это забавно. Но это та шайба, которую Майкл Дану хотел бы переиграть. Ну и тут все не так просто было для Маталя Медвещенко. Если посмотреть, я бы показал, что Держкова решает достаточно контролирует кистер Медвещенко. Ну и тут все, да, я бы сказал, что Майкл Дану хотел бы переиграть. Вдвоем против Костякова. Не всегда, как Костякова, это как-то больше, не всегда. Бывает и нередко ситуация, когда это как-то не получается, но у нас как-то. Но это ситуация, то есть я на самом деле не знаю, что на самом деле важно, что когда-то хоккеиста Медвещенко, он говорит, что Адмирал, который достаточно веселее, приводит к Иван Жидоке, и вот это сокросили четверку, четверку в шайбе, заставая, что Адмирал в этой встрече, Иван Жидоке и Адмирал в этой встрече. Адмирал подходит на выезде и берет очень важныеические. А Медвежчак, соответственно, очень важные для себя 3 очка не берет, но очень важные 2 очка не берет и даже очень важные не берет. Так что для Медвежчака это бачу лучших возможностей.